Обычно, когда в доме кино прощаются со звездами, то людей собирается много. Но в тот день казалось, что журналистов больше, чем скорбящих. Его называли первым продюсером и первым плейбоем Советского Союза. Стефанович всегда изысканно одевался и тщательно следил за собой. Он дружил с Сергеем Михалковым и Юрием Любимовым, брал интервью у Иосифа Бродского и Лени Рифеншталь. Первым снял музыкальный клип и открыл целый жанр киномюзикал. А вот это расхожее выражение «один из мужей Аллы Пугачевой» это ведь образ, который мы сами себе придумали, чтобы было полегче. Стефанович и Пугачева познакомились в 1976 году на домашней вечеринке у поэта Леонида Дербенева. За плечами певицы уже был гран-при на фестивале «Золотой орфей» с песней «Орликина». Когда мы познакомились, она работала в оркестре Арбеляна армянского, во втором отделении выходила с двумя песнями. И Пугачева не только пела в оркестре, у нее был в самом разгаре роман с его руководителем Константином Арбеляном. И она даже собиралась выходить за него замуж. Не свободен был и Стефанович. Он встречался с молодой актрисой и уже подал с ней заявление в ЗАГС. Но это не помешало им быстро договориться о свидании. В ресторане «Сосновый бор» Стефанович достал свой блокнот и протянул его певице со словами «Тут автографы великих людей. Распишись, может, и ты когда-нибудь станешь знаменитой». Пугачева взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу». Стефанович был потрясен. Ужин в ресторане закончился бурной ночью в гостинице. Он влип, понимаете. Паутина была натянута. Действительно, она и хороша собой, и энергичная, и эксцентрична. Она очень веселая, баба была такая. Утром он достал свой блокнот и написал на страничке рядом. Идея. Театр Аллы Пугачевой. И тот самый автограф с кровавым отпечатком режиссер будет хранить всю жизнь. «Но у нее была, честно говоря, одна проблема. Она курила и боролась с этим, просто вот хотела это бросить. Но как только она бросала курить, она начала прибавлять в весе. Что для исполнительницы на сцене, ну, как вы понимаете, моветон». «Камеры готовы? Давайте, она к нам». «Только спроси». Еще до свадьбы Стефанович посадил любимую на жесткую диету и повесил на кухне листок с главными принципами работы артистки, которые свято соблюдались. Каждая песня должна была быть коротким спектаклем и исповедью. Главная тема – грустная женская доля. Стефанович познакомил Аллу со знаменитыми людьми. Говорил, что это он придумал легендарный балахон и лохматую прическу. «Это отец нашего шоу-бизнеса. Звезду-то он сделал нам главную». «Он ее давил интеллектом, опытом, талантом, креативностью, все. Он ее за руку вел, понимаете?» Пугачева и Стефанович поженились 24 декабря 1977 года. Свадьба происходила в спешке. Режиссеру надо было уезжать в командировку, а певица на гастроли. Отмечали на даче у сына одного из лидеров иранской компартии Бабека Сируша, женатого на актрисе Наталье Петровой. Ходили слухи, что хоромы в подмосковной Апалихе он купил у самой Людмилы Зыкиной. С Сирушем дружила вся столичная богема. Он был сказочно по меркам того времени богат. Говорили, что тратит наследство. В начале 90-х он умер в кремлевской больнице от острова Энцефалита. По неофициальной версии, ушлого бизнесмена за ужином отравили грибами. В тот момент, когда Алла и Саша женились, статус кинорежиссера был значительный. Он был вхож во все кабинеты. Он был любимцем в Гостелерадио, на Масфильме и так далее. Кристине, дочке от брака Пугачевой с Миколасом Орбакосом, тогда было 7 лет. И певица отправила ее на 2 года к родителям бывшего мужа в Каунас. А сама все силы бросила на карьеру. И события развивались стремительно. Гауреат всесоюзного и международного конкурсов Алла Пугачева. Пугачева победила на фестивале в Польше и прямо там со сцены заявила, что полагающуюся ей премию пожертвует польским детям. Очень хочу, чтобы они были здоровы и счастливы. 20 тысяч злотых даю ей польским детям. А когда она приехала сюда, то, значит, раздался у нас какой-то звонок из Гостелерадио. Сказали, не хотите неприятностей, верните эти деньги в эквиваленте, иначе в десятикратном размере будете платить. Вопрос с деньгами удалось замять. Помог Сергей Михалков. Он одолжил молодым тысячу рублей. Знаменитый поэт с большим уважением относился к Стефановичу. Я часто видел его у нас в доме. Саша был абсолютно замечательный собеседник и компаньон. С блестящим юмором и замечательное сомирование. Стефанович много сотрудничал с Сергеем Михалковым. По его сценарию он снял музыкальный фильм «Дорогой мальчик», который считается прообразом нынешних клипов. Достань мне автомат! Дойди, автомат! Успех пришел к Стефановичу еще когда он был студентом в ГИКа. Первый фильм «Все мои сыновья» о планах и мечтах молодежи в новом для советского телевидения жанре интервью получил 14 премий. Скажите, с кем из живших когда-либо на земле людей вы хотели бы увидеться? С Шекспиром. С Иваном Грозным. С Держинским. Сам Григорий Чухрай так впечатлился работой, что позвал Стефановича и всю съемочную группу работать на Мосфильм. И Стефанович уже в молодости показал, что умеет качать права, и его услышат. Было какое-то общее комсомольское собрание, и я выступил с критикой руководства института, сказав, что мы приехали сюда учиться, в ГИК, самый лучший вуз в мире кинематографический и так далее. А нам не показывают фильмы, даже не показывают Феллини, который там получил гран-при Московского фестиваля и так далее. Все закрещали «Ура!» и избрали меня в комитете. Первый полнометражный фильм Стефановича назывался «Вид на жительство» и рассказывал о советском враче, который решил осесть на Западе, что считалось тогда предательством. «Давай пожениться». «Это ты мне так делаешь предложение?» «Да». Москва, 16 июля 2021 года. Москву накрыла вторая волна ковида. И до последнего друзья Стефановича сомневались, стоит ли устраивать вообще гражданскую панихиду. «Я узнал об этом из интернета, вот опять, знаете ли, не стало. Мужа Пугачева, знаете, как у нас такие заголовочки. И я так думаю, что-то они там опять чудесно, значит. «А, фотография, экзамбарь, гос, гос». Журналисты до последнего надеялись, что Примадонна придет проститься с мужем номер два. Хотя и прекрасно знали, что женщина, которую он называл главной в жизни, так и не смогла простить ему обиды. Вот если бы она пришла, это было красиво. «Дай счастье мне, дай счастье мне, той женщине, которая поет». Сценарий фильма о судьбе эстрадной певицы Анны Стрельцовой до этого два года как валялся на полках Мосфильма. Но Пробивной Стефанович смог запустить картину. В то время он возглавлял ревизионную комиссию Союза кинематографистов. И его проверок боялись. Коллеги хотели с ним дружить. Я не знаю более смелого человека, который бы взял на себя эти полномочия. Ну, просто вот не представляю. Потому что, не знаю, проверять соответствие финансово у своих же коллег, ну, что может быть хуже, да? За то, что только раз в году бывает май. В «Женщине, которая поет», Пугачева впервые предстала в образе, который станет фирменным. Фильм о поисках любви и грустной женской доли стал лидером проката, собрав 55 миллионов зрителей. По результатам опроса журнала «Советский экран», Алла Пугачева была названа лучшей актрисой года. В фильме Пугачева дебютировала еще как автор песен. Правда, для этого супругам пришлось пойти на хитрость, ведь певица не состояла в союзе композиторов. Стефанович придумал душесчипательную историю про талантливого, но прикованного к инвалидному креслу автора по имени Борис Горбонос. Для убедительности была организована фотосессия, во время которой Пугачеву превратили в мужчину. Загримировали Пугачеву под Горбоноса. Усы, мужской парик, мужской пиджак. Стефанович там дал. И фотограф все это сделал. Принесли потом эти фото на масс-фильмы, на радио. Композитор Борис Горбонос за работой. А это Алла Пугачева загримировала. Еще одним большим достижением Стефановича стала четырехкомнатная квартира на улице Горького, нынешней Тверской, куда супруги переехали из однушки Аллы в Вишняках. Квартиру на Тверской улице получили от Союза кинематографистов. Это пролоббировано было именно Александром Борисовичем. Алла, естественно, кино в те годы вообще никакого отношения не имела. Она была эстрадная певица. Росконцерт. Пугачева стала дико популярной, и Стефанович страшно гордился тем, что в семью пришли огромные деньги. В 78-м они ударно поработали в Симферополе. Судьба такая выпала! Я и на ступы не жду! Не жду! Пугачева активно давала левые концерты. Схема была примитивна и давно обкатана. Было шесть аншлагов в день, а по документам заполняемость зала указывалась всего 50-70%. Это кэш, это наличка, нал, который нигде не проходит. Концерт закончился, люди разошлись. Все в порядке, менты не хлопнули, а БХС проверки нет. После крымского чёса прошло полгода. Пугачева уже потратила заработанные деньги. Как вдруг Стефановича вызвали в прокуратуру и сообщили, что в руках милиции есть неопровержимые доказательства того, что стадион на концертах Пугачевой в Симферополе всегда был забит под завязку. Две фотографии за полный круг снимали. И вот на этих фотографиях был снят каждый концерт. Но благодаря связям Стефановича этому делу не дали ход. И Пугачева продолжала давать левые концерты и зарабатывать сумасшедшие деньги. Сделал ли её Стефанович? Конечно, нет. Её сделали мама и папа. Но помог ли он ей? Безусловно. Москва. 16 июля 2021 года. В Москве в те дни стояла жара за 30. В холл Дом и кино, где прощались с Александром Стефановичем, то и дело заходили женщины в чёрном, которых друзья режиссёра прежде не видели. Со слезами на глазах. И какие-то что-то говорили, что-то спрашивали. У них было так жёлто. Через две недели или три я их встретил в эфире федерального канала. Это были переодетые журналисты, у которых был диктофон в руке, и которые искали горячую сенсацию. Но сенсации не случилось. Алла Пугачёва не приехала проститься со своим бывшим мужем. И когда её спрашивали, говорили, ну, Стефанович же вам помогал. Что он мне помогал? Я же помню эти интонации. Для этого всё я делаю. Ну, вы же понимаете, кто я. Но сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин, который дружил, как и отец, со Стефановичем, и пришёл с ним проститься, говорит, что Стефанович – мужчина, который не может сделать женщину счастливой. И он нанёс Пугачёвой немало ран, которые затягивались долго. Она пострадала от этого человека. Он не подарок был. И не тот мужчина, который даст детей, которых мы у него так и не увидели, который даст тебе очаг, семью, особую заботу. Александр Стефанович родился в послеблокадном Ленинграде в коммунальной квартире на улице Гончарной. Среди дворовых бабушек Саша Стефанович слыл настоящим хулиганом. Он рано начал курить, ругался матом. Главным другом был сосед по подъезду Миша Боярский. Вместе они как-то распотрошили матрас и сделали факелы, чуть не устроив пожар в многоквартирном доме. Мы лисали вокруг Сашки, он был вождён, и у нас бой, сражения и так далее. Это в таком восторге все были. Это вот такая была режиссура. Сам он был руководителем, вождём, а вот мы все были его подчинёнными. Учась во ВГИКе на режиссёрском факультете, Стефанович сумел понравиться режиссёру военной драмы «Прощай». Ему дали одну из главных ролей. Удивительное дело. Здесь на каждой скамейке сидят вместе – жизнь, смену и любовь. Спустя годы, съёмочные дни в Ялте Александр Стефанович называл лучшими воспоминаниями о молодости. Ведь он тогда встретил и полюбил Наталью Богунову. И вскоре сделал ей предложение. Она была немножко не от мира сего. Вот я сказал, что ангелоподобная внешность, но это был такой вот маленький ангел, попавший в нашу грешную жизнь. Наталью Богунову все помнят по роли учительницы литературы Светланы Афанасьевны, жены Ганжи в «Большой перемене». Гриф, если бы ты знала, как мне надоело скрывать, что мы муж и жена. В кино Богунова начала сниматься в 14 лет. И во ВГИКе у белокурой красавицы было невероятное количество кавалеров. Девушка была звездой. Чтобы произвести на девушку впечатление, Стефанович вспомнил свое спортивное прошлое. Он поставил в институтском вестибюле в ряд два стола и заявил, что прыгнет через них на одной ноге. Бросил для затравки 5 рублей на стол. Стоявшие вокруг засомневались, не перепрыгнет. И несколько человек поставили свои рубли и трешки против хвостуна. Стефанович разбежался и легко перемахнул через столы. Действительно, на одной ноге. Бурные аплодисменты. На меня сразу обратили внимание. Я там подошел к ней, пристался. И повел ее в кафе на ВДНХ, чтобы оторвать от остальных конкурентов. Богуновой было 20 лет, а Стефановичу 23, когда они поженились. Оба тогда жили в общежитии. По 5 человек в комнате. Дав бутылку водки коменданту, Александр врезал замок и получил в персональное пользование одну из душевых на четвертом этаже общаги. И там молодожены свили семейное гнездо. Какую-то мебель там достали. Но, тем не менее, и раковины остались, и сушилка, и зеркало. Все это продолжало оставаться. И было такое экзотическое, значит, экзотическое спальня с кабинетом. Формально они были женаты 6 лет. Но уже через 3 года после похода в ЗАГС от счастья не осталось и следа. У пары не было детей. Муж пропадал на съемках и крутил романы на стороне. Играя в кино любимую жену Ганжи, в жизни Богунова чувствовала себя абсолютно несчастной. Диагноз «шизофрения» Наталье Богуновой поставили еще в молодости. Она скрывала его ото всех. Но Александр Стефанович о проблемах своей жены, конечно же, знал. И старался ее поддерживать. Но после большой перемены коллеги стали замечать за актрисой странности. В один прекрасный день она стала петь текст. Она не говорила текст, а пела. Но это производило странные впечатления. А это уже было проявление ее заболевания. Москва. 27 сентября 2013 года. Наталью Богунову похоронили через полтора месяца после смерти. Людей на прощание пришло немного. Актриса была уже давно всей страной забыта. Ушла она трагически. И это было стечение таких неприятных обстоятельств. Развод со Стефановичем стал для Богуновой настоящим ударом. В кино ее звали только на незначительные эпизоды. Замуж актриса не вышла. Ее не любили в театре. Потому что вот эти капризы. И вот это я буду, а это я не буду. И вот так вот. И вообще в чем дело? Почему? Вот это ко всем претензии. Как будто такой вот... Ну, как будто человеку должны все. Ну, она так была взращенной мамой, собственно. Наталья не могла жить без мамы. Но при этом две одинокие несчастные женщины беспрерывно ссорились. И в один из дней соседи обнаружили тело матери Богуновой под окнами дома. Она сбросилась с восьмого этажа. Однажды, одна, значит, желтая газета вышла с заголовком «Звезда большой перемены» и окончательно сошла с ума. В середине лета 2013 года Наталья Богунова в очередной раз прошла курс лечения в психиатрической клинике. И все свои скромные сбережения потратила на путевку в Грецию. Там у нее случился тепловой удар. И местный врач сделал укол, который был несовместим с лекарствами, которые она принимала. Ей стало плохо с сердцем. Ну, и это очень было связано именно с ее психическим состоянием. На прощание наконец-то приехали родственники актрисы из Германии, которым раньше до нее дела не было. И сразу после похорон они начали грызню за наследство. Я никого не осуждаю. Я просто хочу задать им вот сегодня еще раз один вопрос. Как оказалось, что бывший муж в далекой юности до последней минуты, понимая, в каком состоянии, в каком положении оказалась актриса, помогал ей, поддерживал ее, да в конце концов даже похоронил. А эти родственники, где они были? Она даже не упоминала о них. Москва, июль 2021 года. Лето у Стефановича началось с болезни. Его мучил страшный кашель, но он презрительно относился к поликлиникам. Сначала принимал лекарства, которые посоветовали в аптеке, а когда стало совсем уж плохо, пригласил знакомого врача, который делал ему капельницы. Это, кстати, очень типично для Стефановича, значит, не заниматься, значит, педантично своим здоровьем, делить рекомендации врачей на два, а то и на больше. 76-летний Стефанович был противником вакцинации и ни в какую не хотел прививаться. Я очень хорошо помню мои разговоры с Александром Борисовичем, когда он говорил, нет, ни за что, репродуктивная функция у него не будет работать. Точно одни и те же слова, которые говорил Грачевский. Ирекция будет не та. Борис Грачевский умер 14 января 2021 года. Шансов, как сказали врачи, у него при поступлении в больницу не было. Боря настолько не верил, что с ним может что-то произойти плохое. Он отказывался ехать на КТ, а потом, когда поехал, уже было 75%. За плечами было тяжелое лечение от рака. Но Грачевский недавно женился, и у него родился ребенок, и силы давало счастье. Прививку он считал прямой ему угрозой. Так же считал и Виктор Мережко, который умер через полгода после Стефановича. Он долго лечился, как и Стефанович, дома. И когда его со скандалом наконец доставили в больницу, у Мережко диагностировали 90% поражения легких. Потом у него отнялась нога, ему сделали операцию, удалили тромбку, но организм не смог пережить всех потрясений. Время было упущено. Знаменитый режиссер и сценарист скончался 13 января 2022 года. Вот это тот самый случай, когда собственные убеждения забирают гигантскую личность. Москва, июль 2021 года. Когда Стефанович заболел, то он перестал открывать дверь своей квартиры даже близким друзьям. Не хотел, чтобы они видели его в плохой форме. Еду и лекарства ему оставляли на пороге. Режиссер отказался от помощи, предложенной друзьями сиделки. нет, чтобы у меня кто-то был. Тем более, говорят, женщина посторонняя, меня видя в таком слабом состоянии, что-то из меня делает, посмешивающий. Даже с температурой под 40 он убеждал по телефону друзей, что это обычный грипп и что он знает, как лечиться. Я никак не ожидал, что он так рано уйдет. Мне казалось, что он такой с немецким характером, мужик, который, у которого все по полочкам разложено, а тут он пропустил эту болезнь, самолечением занимался. Москва, 16 июля 2021 года. Гражданская панихида по Александру Стефановичу в холле дома кино была короткой. Люди у микрофона говорили недолго. Мне очень больно. Утирала слезы двоюродная сестра Стефановича. Брата она увидела впервые. Режиссер был одиноким человеком и с роднёй не общался. Меня многие спрашивали, а вот почему-то Алла Борисовна приехала, он так хорошо о ней всегда говорил. Но думаю, что всегда есть, может быть, там у человека какие-то объяснения, причины, обстоятельства, почему. А она, по-моему, из тех людей, которые не забывают негатив, а он был из прощающих людей. В сериале «Кураж», поставленном по книге Стефановича режиссёром Стефановичем, автор сыграл самого себя. Подожди, подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что это была та самая галла? На роль самого себя в молодости Александр Стефанович лично утвердил актёра Владимира Фекленко и сразу объяснил, о чём будет кино. Это кино не про Аллу Борисовну, это кино про то, как молодой, амбициозный, талантливый, влюблённый мужчина создавал для своей женщины образ, который полюбили миллионы. Главная героиня в сериале вышла капризной и истеричной. Но сериал имел бешеные рейтинги. Многие зрители думали, что Алла Пугачёва одобрила сценарий. Но это, конечно, не так. С бывшим мужем она не общалась и знать его не хотела. Я сейчас правда не помню, кто спросил Аллу Борисовну, но меня это очень резонуло. Спросил её Алла Борисовна, а как вы относитесь к своему экс-супругу? Да он делает славу на мне, пусть делает. Пугачёва очень редко говорила о Стефановиче публично. И как-то обмолвилась, что если он её переживёт, то выдаст просто залп за виральных мемуаров о жизни с ней. Его уже держать ничего не будет, но при этом признавала его интеллект. Муженёк мой, Стефанович, он был очень эрудированным человеком. Другое дело, что у того же муженька было масса своих там каких-то недостатков. Четыре года нашего брака мы, например, ни одного раза в жизни не поссорились. Ну, можете себе представить. Но это не так. Эта пара рассталась со скандалом, громким и со множеством свидетелей. Женщина всегда ищет причину мужчине. Это не устраивает, то это, Алла просто строила карьеру. Стефанович готовился к съёмкам мюзикла под рабочим названием «Рецитал», главная роль, в котором заранее была отдана супруге. Но первая же репетиция закончилась ссорой, после которой брак уже спасти ничего не смогло. Нужно было играть человека, который влюблён в неё. Ну, поцеловались мы с ней полсмены. На этом всё закончилось, и через некоторое время узнал, что Алла Борисовна отказалась от съёмок в этом фильме. «Разрыв» с женой Стефанович объяснял творческими разногласиями и давал понять, Пугачёва вела себя на съёмочной площадке просто некрасиво. А на Мосфильме тогда шептались, что Пугачёва заподозрила мужа в многочисленных изменах и выставила его за это из шикарной четырёхкомнатной квартиры. Алла, поставив ледяную глыбу между Стефановичем и собой, холила и лилила эту ледяную глыбу всю жизнь. В итоге суд решил оставить жильё певице, а Стефановичу присудили антиквариат и другие ценные вещи, купленные во время семейной жизни. И даже стола не было там вынесли. Я помню, мама Стефановича сидела на стуле у двери в коридоре и следила, чтобы никто ничего не своровал. Несмотря на то, что Пугачёва отказалась сниматься в фильме Стефановича, съёмочный процесс уже был запущен и картину нужно было обязательно снять. Замену бывшей жене Александр Стефанович нашёл очень быстро. Была одна артистка, которой она всю жизнь завидовала и за которую она шла и старалась её догнать и обогнать и перегнать. Соня Ратхарова. В своих интервью он потом не раз рассказывал, как Пугачёва ревностно следила за успехами Сони и мучилась от того, что наград и почёта у неё было меньше. Но у Сони была впереди, потому что Соня была заслуженная, народная, лауреат государственных премий, имела огромное количество поездок по всему миру, а Пугачёва сидела только в Москве, Московской области. В первом сценарии, написанном под Пугачёву, был рассказ о том, как девушка из деревни пробивается на сцену. А для Ратару написали другую версию о том, как популярная эстрадная звезда из-за болезни со сцены уходит. Переделывали сценарий под Ратару, и мы полетели к Ратару с ним встречаться. На встрече с Ратару Александр Стефанович снова достал свой блокнот. «Сонечка, дорогая, я веду записные книжки, может, распишешься?» Ратару спросила, «А Пугачёва тебе что написала?» «Расписалась кровью», ответил режиссёр. Тогда Ратару взяла ножницы, отрезала ноготь и прилепила его к листку скотчем. И это Стефанович тоже хранил до последних дней. Фильм в итоге назвали «Душа», но успеха он не имел. Премьера была во всех кинотеатрах страны, но показы быстро свернули. Народ не пошёл. Позже Ратару съёмки в этой картине назвала досадной потерей времени. «Что касается режиссёра, то это было очень слабо. Нет, к сожалению, у нас настоящих музыкальных фильмов». Москва, 16 июля 2021 года. Всё это выглядело очень грустно. После скромной панихиды под жидкие аплодисменты гроб с телом Александра Стефановича вынесли из дома кино. И он отправился в последний путь на Троекуровское кладбище. Людей к могиле подошло уже совсем немного. Ни детей, ни вдовы. Стефанович был бесконечно одиноким человеком. У него не было самого главного, у него не было той женщины, которая бы самоотверженно его любила. Хотя личная жизнь у режиссёра всегда была очень бурной. И он считал, что избранница обязательно должна быть значительно моложе. все мы знали о его знаменитом джакузи. Слышали об этом? Сфера, которой мы сейчас не будем касаться, но джакузи там у него было. Я так понимаю, что многие музы прошли через это. Всегда одетый с иголочки Александр Стефанович оказывал магическое воздействие на женщин. У него был любимый магазин одежды в Париже и денег на пиджаки он не жалел. Я никогда не видел людей, чтобы они в бархат были. А он был всегда в бархатных пиджаках. Он очень любил картины. У него дома было очень, знаешь, дворец какой-то. Если Стефанович приглашал к себе очередную молодую красавицу, то заказывал из ближайшего ресторана устрицы и умел производить впечатление миллионера, хотя совсем им не был. Женщину любят не только ушами, но и когда у мужчины что-то позвякивает в карманах. В карманах. Вот. А у Саши, может быть, и не всегда было такое звяканье, но всегда было ощущение, что у него этот звяк есть. Специально для съемок в сериале «Кураж» разменявший восьмой десяток Стефанович сделал пластическую операцию. Ему очень хотелось выглядеть молодо и на экране и в жизни, но он решил, что общий наркоз навредит его здоровью и адскую экзекуцию пережил под местным, а работы были масштабными. Мне делали это просто у меня на глазах, я видел, как иголка с ниткой с кровавыми, так сказать, каплями вот так возле глаза моего опускается. Не самое лучшее зрелище, надо сказать. «Встречаю всегда его в окружении прелестных девушек, я всегда внутренне восхищался от него». В конце восьмидесятых Стефанович увлекся старшеклассницей Юлией Лемиговой, которую нарядил и научил держаться в обществе. Он решил слепить из юной красавицы супермодель, заставил похудеть, нанял преподавателя, благодаря которому девушка стала красиво двигаться. Лемигова видела будущее в самом радужном свете. Она очень хотела карьерного продвижения, она подумала, что она будет новой Аллы Борисовны, но в какой-то другой, может быть, сфере модельной. И когда Юлька победила на конкурсе Мисс Москва, то от Москвы она стала представлять нашу столицу на конкурсе Мисс Советский Союз. Стефанович был уверен, что его протеже получит корону, со всеми договорился, но его, как говорится, прокатили. После этого Лемигова с ним рассталась, рванула в Европу, родила там от женатого банкира сына. Были конфликты, и мальчика убила няня. Ложила что-то типа полотенца и ударила по голове. Это было заказное явно убийство, чтобы лишний наследник не был у этого господина Стерна. В 90-е до богатства и славы Пугачевой Стефановичу, конечно, было бесконечно далеко. Но жил он по-прежнему, как говорится, красиво, больше не женился. Детей у него не было, а значит, не было проблем. Самолюбие бывалого лавелласа подогрел роман с Ангелиной Вовк. Ангелина Вовк, хватило от Аллы Борисовны какие-то неприятности, трудности в карьере Алла Борисовна ей создавала. А может, это были просто слухи. Но они очень нравились Стефановичу. Мужем Примадонны он был всего 4 года, а получалось, что забыть она его никак не может и ревнует до сих пор. А вот это расхожее выражение один из мужей Аллы Пугачевой, это ведь образ, который мы сами себе придумали, чтобы было полегче. Ну, вот так полегче. В этом ничего оскорбительного нет. В таких случаях он всегда так улыбался внутренней своей улыбкой. Он говорил, но, это не обижает? Нет, почему? Мне это льстит. Долгие годы Александр Стефанович вел дневники и хранил всю переписку с Пугачевочкой, как он называл свою бывшую супругу. Уезжая на гастроли, певица писала ему трогательные послания на вырванных из ученической тетрадки листах, называя его родненьким, сладеньким, противненьким и красивеньким. Там было что-то наподобие Сашечка. Я тебя очень люблю, скучаю по тебе. Сегодня я хотела кому-нибудь позвонить, а оказалось, что некому. Мне так страшно стало. Блокнот с интимными письмами Пугачевой Стефанович хранил у себя в столе и собирался их опубликовать. Издав отдельной книгой, говорил друзьям, что она станет бестселлером, но не успел. Там было безумно интересно в этих записках. И после того, как Саша не стало, я через человека, я же не знаком с семьей, никогда не было, я предложил совершенно бескорыстно, конечно, опубликовать эти вещи. Ну, не знаю, мне было отказано, я не знаю, что стало с этими замечательными совершенно дневниками. Москва, декабрь 2019 года. Вау! Вот он! Своё 75-летие режиссёр с размахом отметил в итальянском ресторане. Друзья желали ему дышать полной грудью. Вот хотелось что-то ещё открыть и что-то ещё прочувствовать. Возле юбиляра сидела эффектная брюнетка в чёрном переливающемся платье. Ева Калина после смерти Стефановича заявит на всю страну о своей беременности. И начнёт грызню за наследство оставшееся от режиссёра, сражаясь за него с девушкой номер два. Я полностью исключаю, что она беременна от него. Мне кажется, что этот шаг он бы продумал наверняка. Саша был очень осторожный в выборе. И если он и жил, спал, скорее всего, предохранялся. В последние годы жизни у Стефановича параллельно было две подруги. И он очень этим гордился. Он рассказывал, что у него есть одна на даче, одна в доме, ну, как дом управления. Но при этом загадочно, страшно улыбался. Стефанович писал сценарии и снимал документальные фильмы для федеральных каналов, вел активную светскую жизнь, но жениться упорно не хотел. Алла Борисовна так и осталась его последней супругой. Ему тепла не хватало такого человеческого. Видимо, и от этих девушек тоже того тепла он не получал. Когда Стефанович все же решился на госпитализацию, врачи обнаружили у него 50% поражения легких. Болезнь продолжала стремительно развиваться и 13 июля 2021 года его не стало. В мир иной он ушел одиноким человеком, который старался держать лицо. Стефанович не хотел казаться слабым и несчастным. Каждый, наверное, кто с ним общался, были погружены в магию общения. Он светлый человек, по-настоящему светлый. с сарказмом. Он мог подеть там очень едко кого угодно. И пошутить, и посмеяться, но без зла. НО Ол Р Ол Р С